ПОЮЩИЕ ГОРОДА Юзари дарит европейский хит, Юнеш закаляет живым выступлением. Смотрите дальше, чтобы знать все подробности. Кричев в проекте «Поющие города» представит 19-летняя Яна Гинь. Я уже за гранью, я не могу жить без тебя. Я выбрала двоих участников, но жизнь несла свои коррективы. Артем Маслов и Яна Гинь были моими фаворитами. Я их выбрала и решила сделать из них хороший дуэт. И он мог бы получиться, если бы не одно приятнейшее событие в жизни Артема Маслова. В тот самый день, когда я позвонила и уже собирались мы назначать время встречи, когда они соберутся вместе, мы все втроем и будем уже как-то работать над песней, над голосами и все прочее, он мне говорит, у меня сегодня родилась дочь. Артему, как говорится, мой низкий поклон аплодисмента, что он как мужчина, я считаю, сделал правильный выбор, что он выбрал семью. Это я восхищаюсь такими людьми. Итак, Яне придется выйти на сцену одной и спеть так, чтобы ее музыкальному рассказу поверили. Чуть-чуть концовочку надо будет. Вот, чтобы ты закончила в сильную долю. Куратор Анна Благова подошла к своей работе ответственно. Солистка концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга, она вообще привыкла все делать основательно. Я придираюсь, я всегда придираюсь и к себе очень сильно придираюсь. И тем более к человеку, которого я выбрала, ответственность лежит на мне, и я тем более к ней буду придираться. Держи дыхание. И она очень хорошая девочка, ответственная, что не может не радовать. Не хватает немножечко вот этой вот нежности и субтановости, да? А тебе опять поет ветер за окном. Понимаешь, и пульс вот этот вот внутренний, чтобы ты не увязала в это. Чтобы такого не было. В будущем профессиональный музыканта, в настоящем прилежный боец. Яна заявила, что сделает для победы все возможное. У меня есть определенная цель, к чему я иду. И это все вот постепенно, постепенно все как бы усовершенствуется. Я иду к ней, и я считаю, что это очень хорошая ступенька. Главной проблемой стал выбор песни. Яна хочет исполнять англоязычный трек. Да, в нем девушка отлично раскрывается как вокалистка, но у Яны есть проблемы с произношением. А это явный минус. Или песни на русском языке, в которую нужно вложить эмоции. До последнего момента куратор не отдавала преимущества ни одной из них. Я и сказала, что если ты мне не покажешь идеальный английский, которому... Я все равно буду придираться, конечно же, но тем не менее, когда я могу на что-то закрыть глаза и сказать, ну ладно, сойдет. То есть, если она мне не покажет такого варианта, то мы английскую песню петь не будем. Давай, 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 ну споешь же. Помогай себе всем, чем только можешь. Губами, зубами, руками, ногтями, ногами. Всем, чем только можно, да? Но чтобы этот звук был светлый, открытый, красивый и лился вот сюда, чтобы он не падал перед тобой. Не знаю, совершенствуется. И я даже как бы не замечаю этих сложностей. Все, стараюсь проходить это. И мне все, ну как бы удавалось всегда, и поэтому я не знаю даже, что сказать. Любовь зрительская дороже всего. Зрителя не обманешь. Фанера! Все, люди запомнили, они больше тебя не хотят. Я очень довольна, что у меня куратор Анна Благова, потому что она в первую очередь замечательный человек. Она очень энергичная, положительная такая. И я бы хотела брать пример с нее, потому что есть к чему учиться, есть к чему стремиться. Если, опять же, повторюсь, так случится, что я буду той самой ступенькой к ее дальнейшей карьере и успеху, я буду только очень рада. И потом в 70 лет я буду говорить, а вот это же фото, поющие города, я филе, помню, это я. Я давно замечаю одну интересную особенность белорусских артистов. Они очень талантливые. Народный артист Белоруссии композитор Эдуард Ханок взял к себе в ученики двух дирижеров, то есть будущих дирижеров. Впору запутаться. Просто подопечные Эдуарда Семеновича учатся на отделении дирижирования и одновременно поют. Даже вот простое прослушивание, не говоря уже о конкурсах, все это очень и очень важно. Архиважно, потому что они должны набираться опыта. Поэтому, так сказать, конкурсы просто, ну, как воздух необходимы. Эдуард Ханок подарил проекту «Поющие города» свой бессмертный потолок ледяной. Вокальных сложностей, мне кажется, там в этой песне нет совсем. Там есть другая сложность. После Эдуарда Хиля надо это все дело спеть. Любой композитор заинтересован, чтобы его песня вошла в финал, а еще лучше, чтобы вообще победила. Кстати, что тут говорить, в прошлом году моя песня стала победительницей. Здравствуй, чужая, милая. Надо знать свое место, нельзя, чтобы каждый год твоя песня. Но все равно хочется, понимаете? Молчу, а все равно хочется. Композитор, автор песен, аранжировщик Юзари отправился на поиски талантов в Новогрудок. И вернулся в Минск с потрясающим уловом. Подруги Лена Шарковская и Настя Дрочиловская на кастинг пришли вместе. Вместе и понравились куратору. И теперь вместе будут бороться за право выйти в финал проекта «Пающие города» второй сезон. Вот это вот Настя, допустим, либо я, кто там, как получится. А вот это вот вместе. Соу Батнелл? Да. Ну вот это вот и вот это вместе. Ну давай попробуем. И это самое важное качество, которое можно отметить, был бы идеальным артистом. И если эти качества есть, то границы целей расширяются. А теперь о песне. Юзари порадовал своих подопечных. Вручил им свой прошлогодний сингл «Tell Me». Не песня, а конфетка. Осталось обернуть ее и вперед к победе. Такой вот. Немножко такой интеллигентности чуть-чуть в сторону здесь. Учитывая мои ощущения, я пытался как можно больше объяснить, почему так, а почему не иначе. Потому что сцена не любит ошибок и не прощает ошибок. Юнэш приступила к делу, засучив рукава. И действительно, зачем зря время терять? Куратор вытащила своих подопечных на сцену на первой же репетиции. Я воспитана на старой советской школе. То есть так делал Анатолий Иванович Ермоленко, мой художественный руководитель. Так, Денаш, сейчас ты идешь на сцену, поешь песни. Я куда, вы что, я же... Вот так испытывали артистов в прошлом. Только сердце опять гордет, И на кадрах часто бьется сердце. Перелет, но не рот пройдет, От нее никуда не тянет. Дочь Востока, визитная карточка Юнэш. Трек стал заглавным в дебютной пластинке исполнительницы. Так спонтанно это получилось. Песня достаточно известная. Я удивлена, что они знают текст песни и музыку. И вместе как-то так сыграли. И я думаю, что, наверное, будет актуально сделать шоу. Я думаю, что это эффективнее. Но в подготовке сразу видно реакцию зрителей, И что лучше, что хуже, как, что. И я думаю, что исходя из этого будем как-то корректировать то, Что у нас сейчас есть. Да, суровые испытания для новичков. Женя Веренич и Наташа Шевчук старались не оплошать. Женя молодец. Он даже какие-то там восточные нотки попробовал. Мне тут все очень понравилось. Самое главное, что есть энергетика, И есть связь с публикой. Они любят сцену, и это очень важно. И если они любят сцену, и, как сказать, по-молодежам их прет, То значит, они будут хорошие артисты, и все у нас получится. На кастинге в Глубоком куратор изначально отобрала юношу. Всем было бы интересно посмотреть, Как прозвучат песни-ауры в мужском исполнении. Человек, который желает как-то реализоваться, Он должен предлагать свое творчество, себя, В общем-то, каким-то образом действовать. И мы рассчитывали именно на такой вариант. То есть, что человек будет интересоваться, Звонить, каким-то образом участвовать, обсуждать что-то. Однако парень оказался не готов к конкурсу, Не проявил никакой инициативы и был уволен. Скажем так, не конфликт был, а просто... Недопонимание. Недопонимание и мое беспокойство по поводу того, Что время идет, а ничего не происходит. Его место заняла 26-летняя Юлия Стешкина. Девушка закончила колледж искусств по классу вокала. Сейчас находится в секретном отпуске. Честно говоря, на кастинге я Юлю не заметил. А я Юлю заметил. А я не заметил. А я заметила, вставила плюсик. Я не заметил. Я единственное, что вот вспомнил на обсуждении, Когда мы уже обсуждали, это вот леопардовое платье. Не уходи, я буду ждать, здесь наше небо, ты помнишь, как мы могли летать... После сегодняшней репетиции у меня развелись все сомнения. Мы правильно сделали. Очень правильно сделали. И очень правильно песни подобрали. Да, человек хочет работать. У нее глаза горят, она заинтересована. Она вот пришла подготовленная. Она подготовила себе сценический имидж, Которым я вот посмотрела то, что она показала. Мне кажется, будет очень хорошо. Она сложная песня, но очень интересная. Здесь есть что показать. Очень выигрышная именно для конкурса. Ну, надеюсь, что я сделаю ее достойно. Юля, она как раз вот попала. Главное, что мы попали в диапазон. Нам не пришлось ничего менять. И в характер. Вот, и в общем-то я думаю, что Юля справится. Только успеть несколько слов. И дальше все как было, потому что ты уже адаптировалась внизу. Я люблю петь. Это мое хобби. Не скажу, что я мечтаю стать великой певицей, зарабатывать огромные деньги какие-то на этом. Нет. Просто это для души. Кто из конкурсантов лучше других настроить своего подопечного? Кому достанется путевка в финал проекта «Пающие города» второй сезон? Обязательно включайте телеканал СТВ 23 ноября. И вы получите ответы на эти вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok